друзья это вторая часть эфира о родителях об отношениях с родителями потому что мне припал вайфай в европе это просто боль какая-то мне нечего сказать на этот счет надеюсь что этот сосак присоединиться и мы продолжим потому что хотелось бы закончить эту тему простите это с вайфай тем более европейский сам знаю что такое европейский вайфай вообще я когда приезжал раньше до войны в европу я потом с такой ностальгией вспомнил нашу украину именно то что у нас с интернетом все ругают ругают но что касается вайфая интернета там других вещей мелочи именно мелочи у нас вообще на порядок лучше и выше да ну ладно так вот на чем мы остановились на вашей жизненной истории про маму про ваши а про то что воспитание имеет наоборот из негативного плюсы да да так вот и получается что в этой ситуации мы должны только благодарить наших родителей всячески благодарить за то что мы такие есть какие мы есть другое дело тут еще один важный момент который я всегда хотел сказать уже повзрослевшим детям смотрите какая происходит у нас ситуация мы начинаем раздражаться на наших родителей они отребуют от нас слишком много внимания и вот здесь я всегда таким детям говорю но уже взрослым все говорю слушайте когда а типа прихожу к родным они все одна и та же песня там все плохо или наоборот что что-то не так и вот начинают капать на мозге одно и то же одно и то же но и то же типа я раздражаюсь слушай когда ты была или был маленький ты ходил под себя ты ходил под себя и родители несмотря ни на что ты регулярно ходил под себя и родители несмотря ни на что они все равно тебя подмывали когда ты чуть-чуть подрос ты задавал много вопросов как говорится возраст пяти шести лет это вопрос это возраст почемучки и родители иногда конечно раздражались но они отвечали на твои вопросы теперь пришло твое время не сходить к немощам наших родителей есть конечно один очень важный момент этот момент заключается в том что родители очень хотят ну это нормально они переживают за детей им кажется что дети только рядом с ними будут в полной безопасности поэтому они всячески стараются детей держать при себе но вот здесь как раз уже взрослые дети должны уметь отстаивать собственные границы и сказать папа и мама или только мама или только папа я вас очень люблю но мне надо строить свою собственную жизнь поэтому я ухожу из дома снимаю квартиру и учусь жить сам то есть свои какие-то границы конечно нужно учиться сохранять учиться их выстраивать а что касается и опять же здесь нужно снисходить к немощам родительским немощам когда родители на эти слова обижаются что мы тебе что ничего не даем что ли почему ты от нас хочешь уйти или там еще какие то то есть снисходить к немощам то есть понять что родители это такие же самые человеки как и мы с вами со своими страстями грехами со своими тараканами и от этого никуда не денешься поэтому вот для полноценного общения с родителями для конструктивного общения с родителями во первых надо знать четко понимать свои собственные границы второе уважать личности наших родителей принимая их со всеми их тараканами недовольствами со всеми их там не знаю там претензиями в нашу сторону и в третьих это естественно умение вести с родителями диалог причем диалог по взрослому а по взрослому это будет только тогда когда мы не будем на родителей обижаться а я не буду на родителей обижаться тогда когда я пойму что родители вообще-то мне ничего не должны абсолютно совершенно все что они были должны сделать это вывести меня в люди у них это хорошо получилось за что я очень признателен и благодарен поэтому никаких претензий ничего абсолютно никаких навязываний типа что они мне чем-то должны или даже больше скажу я чем-то им должен когда родители говорят ты нам всем обязан да всем обязан но если человек молодой человек женился то жена у него становится на первом месте не родители жена точно так же и для жены когда они она вышла замуж девушка для нее муж становится на первом месте не родители а родители с их претензиями с их недовольствами мы должны научиться воспринимать как взрослые а как взрослые это означает терпеть смиряться перед их претензиями я понимаю что я сейчас говорю вещи ну высший пилотаж потому что мы все равно будем раздражаться все равно злиться но понимаете в чем суть в том что для того нам бог и дал язык и мозг не все его правда получили вот но большинство он все-таки должен быть для того чтобы если я вышел из себя и накричал на родителя то извиниться перед ним и извиниться и напомнить что да я вас люблю но вы поймите у меня уже есть своя семья и родители не всегда это понимают потому что для родителя есть его ребенок и в придачу к ребенку есть еще там муж или жена у этого ребенка и дети его внуки вот понимаете какая ситуация и вот здесь все идет прежде всего от меня как мое отношение будет к родителям какое отношение мое будет к родителям зависит только от меня вот так то когда вы сказали про то что вы нашли технику и пошли маме рассказали про то на что вы обиделись я сразу вспомнила что я сделала точно так же пару лет назад и я кстати не спрашивала маму помнит она это или нет я специально просила не смотреть родителей этот эфир чтобы я могла как-то слушать реально искренне информацию что-то сказать то я сделала точно так же и мне стало легче сто процентов но вопрос стало ли легче ей я не разговаривала поэтому вполне возможно что она тоже это помнит и обижается но знаете вот по поводу прощения я думаю что конечно у всех семьи разные у кого-то посложнее ситуация там действительно тяжелые обиды есть на что обижаться но я считаю что обижаться есть всем на что то есть даже самой благополучной семье можно накатать такой там списочек что поэтому это не оправдание что у меня была плохая семья была такая значит такая а все вот эти отговорки это нежелание взять какой-то ну не то что ну ответственность и быть у руля своего корабля и дать возможность себе уплыть в другую сторону не значит что там бросить родителей или еще что-то это первое это что вот прощение как вы сказали это настолько важно если человек не прощает родителей он вообще не сможет никого никогда прощать вообще все все отношения как мне кажется строятся изначально от родителей потому что в обществе у нас всегда модель поведения как в семье я это очень давно заметила что когда мы куда-то попадаем не знаю в коллектив какой-то или с друзьями и так далее всегда есть три так скажем ну это лично мой взгляд три модели это первое ответственность это роль отца забота это роль матери или послушание это роль ребенка и человек он как личность в себе сочетает все эти три качества просто немножко не в такой явной градации да немножко уже и и в разных степенях то есть вот три таких вещи это послушание забота и ответственность и это очень важно и если и если можно обратить внимание то в любых отношениях человеческих есть человек который больше берет на себя ответственность кто-то больше заботит ну что я рассказываю не умею нормально рассказывать все мысли вот и это если не выстроить отношения с родителями то потом в обществе человек просто будет теряться и не найдет себя потому что эта модель она работает везде и на всех как мне кажется и самостоятельность конечно потому что я считаю одинаково плохо что ненавидеть родителей что быть к ним сильно привязанным это просто контр эмоции какие-то и то и то это плохо потому что когда человек находится в оковах собственных родителей которые я такое встречала очень много раз хотя сама с таким не сталкивалась вот все так банально когда начинается с того что родители начинают указывать куда тебе поступать что тебе в жизни делать на ком жениться т.д. т.п. и так далее и тому подобное и ты не можешь просто взять и выбрать свою жизнь не потому что у тебя нет характера а потому что тебе проще делать то что тебе говорят и не брать на себя ответственность не задумываться не выдумывать себе цели в жизни не идти к ним не ошибаться то есть тебе проще сидеть просто за чьей-то спиной и жевать сопли слушай Анечка ну вот опять же ты все правильно говоришь но опять же он таким воспитался его таким воспитались жевать сопли и не брать на себя ответственность но дело в том что у этого человека тоже есть очень важные положительные моменты в жизни если он увидит что да он не любит брать ответственность но тот кто не любит брать ответственность как правило в большей части он хороший исполнитель он сам не любит нести ответственность но когда ему говорят что делать он делает он хороший исполнитель не очень согласна с этим что человек это просто знаете я бы ну это грубо будет но это как тряпочка если что-то его собьет у этого человека появится какая-то какой-то внешний фактор вообще чем больше человек не реагирует на внешний фактор тем лучше то есть тем и определяется какой-то в принципе характер да я просто вижу ваше лицо просто я сейчас тебя слушаю и понимаю что я вот подписываюсь под каждым твоим словом если бы если бы это было наш эфир проходил бы лет двадцать назад вот под каждым твоим словом у вас была оговорочка по Фрейду под каждым своим словом вот твоим словом почему потому что я вот я просто тебя слушал и узнавал себя но с возрастом понимаешь ценность каждого человека в этой жизни но это же не про то что я обесцениваю людей это не про это да я только нахожу плюсы в людях во всех но я сейчас говорю с позиции человека который вот например такой и вот он узнает себя и будет делать какие-то движения для того чтобы становиться лучше потому что я беру людей и начинаю так ты там вообще ужасный ты другой ты не такой все разошлись я тут буду нет и тут пишут очень смешной комментарий меня родители хотели затащить в нещеровский монастырь видите человек взял свою жизнь свою ответственность и не пришел к вам в монастырь это хорошо я считаю что это хорошо потому что в монастырь надо не затаскивать не заволакивать не уходить а в монастырь надо приходить то есть приходить зачем-то но в то же самое время даже в монастыре если у человека у меня есть братья которые просто ну им нужны люди которые бы их вели по жизни и хорошо понимаете вот удивительно то что я сейчас понимаю что каждый человек на своем месте вот в прямом смысле слова даже эта тряпочка она нужна она для чего-то существует на белом свете она существует для авторитарной жены например если это мужик ну вот или эта тряпочка нужна для монастырской жизни ему легко отсекать собственную волю потому что у него вообще что ли этой воли нету понимаете и здесь очень важно вот вот понимаете а почему мы любим это сейчас только ты сразу правильно пойми это не камень в твой огород это я вот почему отписался и меня нету в фейсбуке почему у меня нету во многих социальных сетях именно таких вот публичных сетях почему я мне инстаграм нравится но в то же самое время другие сети я не воспринимаю именно потому что везде ставят на человеке клеймо годный он к жизни или негодный он к жизни целеустремленный он или не целеустремленный и вот люди друг на друге ставят какое-то то или иное клеймо а когда ставят клеймо а это по сути дела люди запрещают быть другому человеку таким какой он есть они запрещают ему быть не похожим на остальных всех других и в нашей жизни это везде и всюду кто-то не вписывается в коллектив не вписывается в коллектив почему потому что я сейчас не говорю о людях которые не выполняют свою работу на которую их взяли здесь уж прости если ты не тянешь свой кусок работы то надо тебя увольнять от этого никуда не денешься я говорю именно о коллективе когда человек не вписывается в коллектив и тогда коллектив что делает он не дает ему возможности быть какой-то личностью индивидуальностью потому что ты обязан раз ты в коллективе ты обязан вписаться в коллектив ты обязан пить пиво ты обязан ходить там в те или иные места ты обязан и вот понимаете чем хорошо христианство потому что христианство потому что христианство говорит об одном ты никому ничем не обязан потому что обязанность она предполагает уже какое-то ограничение что ли свободы а я человек свободный я никому ничего не обязан я по своей собственной свободе прихожу в монастырь я по своей собственной свободе выполняю устав монастырский другое дело если я не выполняю устав монастырский то тогда по свободе игумена игумен тебя выгоняет из монастыря потому что ты не выполняешь по своей свободе устав монастыря а игумен по своей свободе именно того что он обязан ну обязан именно следить за уставом монастыря он тебя отправляет во своясь то есть вот этот момент момент некой такой каждого у нас вот это некой исключительность это великолепно и мало того я скажу даже по монастырю у меня есть разные братья кто-то слишком шумный кто-то говорливый кто-то ну скажу честно недалекий не буду говорить тупой очень недалекий и вот когда человек недалекий то естественно другая братья начинает возмущаться типа там он задерживает трапезу или еще что-то я говорю брать и слушайте он такой есть он устав не нарушает и живет так как может жить и раз он пришел в этот монастырь и рядом с нами живет он нас учит учит терпению учит пониманию того что этот человек имеет право быть таким какой он есть то что его не воспитали родители там или еще что-то он такой есть вот это состояние состояние уважения каждого с его характером темперамента а моя уже роль игумена задача игумена это например там подбирать ему те или иные послушания где он принесет максимальную пользу так что каждый человек он уникален и это уникальность тоже благодаря воспитанию и родительскому в том числе поэтому во первых нам нужно не бояться своей уникальности а во вторых благодарить родители за то что мы есть такие какие мы есть потому что как мы уже сказали родители такие нам нужны и необходимы были я с вами согласна не просто представьте реально вот если на ваше игуменское место все будут такие собраны директор и прибегут и будут все такие вот не очень да поэтому каждый на своем месте если он не на своем месте он это почувствует остальные люди это почувствуют и когда опять же здесь уже есть и промысл божий понимаете ведь как мы опять же возвращаемся к промыслу божий божий ведь промысл божий и собирает нас всех таких разных в каком-то одном месте и только промысл божий нас с тобой соединил вартосапиенцы только промысл божий только промысл божий с началом войны нас с тобой вот эти эфиры вызвали к жизни и вот я много думал я уже говорил то есть вот как это все работает я много думал вот лично для меня что эти что это артосапиенс что это для чего эти эфиры и вот когда я понял что это лично для меня как я тебе уже говорил и признавался я не понимал этих эфиров я не мог не мог разговаривать на камеру вот коронавирус начался у меня просто вот эти все карантины там все меня наизнанку выворачивала когда мы молодежку проводили начали проводить по эфиру я не знал то есть мне мне сложно было говорить мне сложно было выражать свои мысли мне вообще как-то я я терялся в этом все а господь решил что хватит и осад в онлайн в личном общении хватит тебе а теперь-ка давай-ка ты вот поработай на камеру то есть господь сам если прислушиваться к промыслу божьему господь сам нас толкает к развитию и я считаю что для меня вот общение такое это развитие потому что именно наши эфиры вызвали к жизни проект который во первых не нравится и с тобой сейчас общаться наши эфиры но вызвал к жизни и нашего проект соцума александров низиком за поп который мне дико нравится мне он дико интересен я просто захватит него потому что это позволяет мне то что я читаю выдавать нога не оставлять все в себе а выдавать на гора или смотреть то есть понимаете то есть аня то вот так все работает жизнь твои предложения твое предложение проведения эфира это целая цепочка которая вызвала меня к жизни меня научила общаться в эфире вызвала к жизни связь с отцом александром низиком то есть мы то с ним были знакомы но все это сложилось в одну цепочку и наш зэпоп то есть по сути дела в основе вот этого нашего проекта зэпоп который я же еще раз повторю почему я так о нем много говорю потому что мне он дико нравится лично для меня я не знаю как для остальных но я просто я его делал для себя в восторге это тоже благодаря твоей инициативе то есть и вот так оно все в жизни происходит надо только прислушиваться присматриваться вот и но когда мы вот вот мы что-то делаем жизнь но основа это все да это все промысл божий делает но подвигает нас к тем или иным решением но основа основа нашего характера основа наших вот этих основа промысла божьего это воспитание наше родительское это воспитание того то того которое в нас заложили родители чем бы вы не занимались что бы вы ни делали кого бы вы в жизни не находили основа родители да я рада что вы счастливы с вашем вашем проекте я об этом недавно думал кстати говоря потому что вот так вот по факту если взять нет вообще в украине аналогов таких бешеных людей как отец александр вы и я потому что ну серьезно регулярно так чтобы прям вот так вот выходить никто такого не делает православие так точно я не знаю может быть мир же большой где-то кто-то так и делает если вы знаете скиньте я хочу сама посмотреть вот поэтому это конечно аня ну да то что опять же такое ты как ты правильно сказала с такой бешеной регулярностью вот это в прямом смысле слова я тоже допустим не знаю я тоже об этом думал то есть опять же и это и есть за что благодарить родители ведь она тоже именно была заложена родители нет понятное дело что мы на воспитание родительское мы уже после 18 лет начинаем уже сами развиваться то есть мы уже сами исправляем себя исправляем себя как личность то что нам себе не нравится какие-то крайности воспитания мы в себе их меняем именно это нас делает людьми но основу конечно закладывают родители и естественно повторюсь так как прервался эфир повторюсь потому что эта фраза очень важна что что нас то что дети даются богом родителям как бы авансом как бы на воспитание бог дал на воспитание детей своим родителям и после 18 лет родители должны отдать богу то что они смогли воспитать а дальше уже могли воспитать уже должно развиваться саму я не согласна что 18 лет почему всем вот это 18 лет как клейму написано 18 это все можно быть в 30 лет маменьким сыночком бегать и прятаться за маминой юбку я считаю что человек становится самостоятельным когда он живет отдельно как минимум если это случается в 16 лет то человек уже начинает расти в 16 а может даже и раньше даже когда человек растет с родителями еще он может уже начинать если родители правильно к нему относятся то есть если вообще родители выстраивают правильные отношения с ребенком то вот эта сепарация она проходит легко а если носятся постоянно то потом конечно ребенку приходится больше усилий прикладывать чтобы отрезаться от родителей тоже верно тоже согласен но это тоже надо в жизни если кто-то не хочет отказываться от родителей замечательно но тут важно понимать уже взрослому человеку что если ты не отказываешься от родителей то не требуй от жизни больше чем жизнь может тебе дать если ты не отказался от родителей то полноценной семьи тебе не дадут у тебя не точнее не то что не дадут у тебя не будет полноценной семьи если ты не откажешься от родителей если ты 30 лет маменькин сыночек то тебе надо смириться с тем смириться с тем что у тебя не будет семьи потому что ни одна женщина не потерпит рядом с собой другую женщину даже если эта женщина мать твоя твоя мать понимаешь поэтому ни одна женщина ни одна жена не потерпит рядом с собой скажем так на одной кухне вторую женщину поэтому если ты хочешь быть маменькиным сынком пожалуйста становись но тогда ты просто должен понимать риски что жизнь тебе не даст семью то есть здесь очень важный момент понимание кто я что я и умение наверное смириться с выбранным путем если же ты не хочешь там быть маменьким сынком там или папиной дочкой которая где отец начинает рулить всем и вся и твоим мужем начинает рулить и всячески там и подыскивает тебе всяких таких доходяк которые там да папа хорошо папа ладненько так будем там это воскресенье на ужин хорошо в понедельник на ужин хорошо во вторник на ужин хорошо то есть мы должны понимать риски того пути который мы выбрали а все остальное со всем остальным смириться просто-напросто и все я говорю смириться просто-напросто но как раз смириться это сложнее всего потому что мы же все такие людишки мы же хотим и сидеть на всех стульях одновременно понимаете мы хотим чтобы наша попа побывала на всех стульях чтобы она и с родителями прямо чтобы они тебе спрашивали уже у сорокалетнего как ты пошел по как ты покушал и как ты пока кого и в то же время чтобы жена была у тебя причем ты же себя видишь патриархом а раз патриархом ты себя видишь то чтобы жена тебя слушалась да как тебя слушаться тебя ж только обнять и плакать остается если родители в 40 лет тебе еще в судочках еду готовят то есть невозможно и здесь важный момент именно принять понять ну скажем так чего я хочу а то что я не могу сделать я не могу оставить родители но не могу я люблю маму я не могу ее оставить хорошо не можешь живи с ней но тогда смирись что у тебя никогда не будет жены все вот вы наоборот как многодетный отец мне кажется потому что у вас сколько монахов вообще сейчас по списку монастырскому по моему 22 человека или 23 ужас вот это вы чересчур многодетный просто за это мне кажется руководство это вот как я говорила модель семьи насколько я это воспринимаю через свою жизнь модель семьи на везде в обществе у вас тоже это ответственность как роль отца получается здесь играет и можно себя почувствовать родителем не обязательно в семье потому что в любых отношениях можно чему поучиться именно вот ответственность я например просто иногда ненавижу ненавижу где-то брать на себя ответственность управлять потому что мне сложно я начинаю думать что сказать человеку что не сказать ему как так что было лучше как так что было не лучше потом короче все люди настолько разные и иногда бывает это тяжело управлять правда же конечно 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 поэтому в этой ситуации конечно понимаете ведь монастырь это тоже семья монастырь это семья и тот кто этого не понимает тот кто не хочет этой семьи тот уходит это естественный процесс отбора если в семье ты родил ребенка и ты уже за него не все же ответственность то в монастыре рождение ребенка как такового не происходит и просто приходит человек и он рождается скажем так духовно в семью если он видит что это не его семья он может идти ворота у меня всегда открыты но нигде так нельзя научиться ответственности и любви как в монастыре поэтому я братья постоянно учу и воспитываю говорю что кстати я не выгоняю людей я люди сами уходят я выгоняю только человека который не может справиться с одним важным недугом алкоголем таких людей да потому что по уставу это устав это разлагает очень разлагает братья вот но если но в то же самое время в монастыре надо понимать что ты пришел в монастырь для того чтобы спасаться и там кто-то написал 33 человека 33 человека у меня никогда не было максимум доходило до 30 максимум вот это очень много я себе не представляю можно со всеми общаться это дело в том что на самом деле 30 человек это очень много и просто не успеваешь уделять всем внимание и поэтому в данной ситуации ну поймите это жизнь тут важно важно чтобы человек понял это что это его жизнь и если он хочет если он хочет спасаться он спасается он приходит ну вот и понимаете но вот сейчас допустим если говорить там то у меня сейчас с беженцами а это тоже на мне ответственность висит то нас как раз где-то около 30 человек с беженцами беженцев осталось немного все сейчас постепенно ребята они находят свое место жизни девчонки устраиваются на работу некоторые снимаются уже себе квартиры но все равно скажем так я им говорю как наверное говорит каждый 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 родитель так и я говорю ребятам не говорю знаете если что-то у вас не получается вы всегда знаете куда вернуться только уже на постриг не 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 да я понял но ведь анечка ты недалеко от истины вот эта твоя шутка очень хорошая а почему потому что многие считают что допустим там вот в монастырь это вот типа надо быть монахом обязательно до до войны и дай бог и после войны будут более жесткие правила как и раньше что я просто так себе людей не брал потому что понимаете но монастырь как я вам сказал это семья это монахи послушники монахи поэтому мы живем именно своим кругом ну вот а тусовщики нам не нужно но но сейчас допустим такая ситуация что да люди приезжают люди могут побыть поработать вот поэтому да ах а я хотела к вам абрикос как-то заехать поесть нет я веду что там пожить монастыре там это нет а так с ночевкой у меня многие ребята кстати люди приезжают на специальном и для этого у нас есть даже рахандарик когда человек вечером приезжает на службу чтобы успел побывать на службе вечером на службу потом у нас же здесь ночует а потом утром уже причащается на службе опять же причащается так что на одну ночевку мы каждого принимаем всегда и всегда принимали вы знаете есть все такие плюсы в этом чтобы закончить наверное как-то логично эту тему я заметила такую штуку что все на самом деле как перевертер в жизни эти люди которые могут тебя слушаться ты учишься от них тем что видишь свои недостатки то есть блин когда кто-то начинает делать то что ты скрыто грешил это вообще просто это видишь что я же точно так же вот это настолько интересная связь да как такое возможно просто что он повторяет точно твою же ошибку по факту все что ты делаешь тебя дублирует вот это вообще кайф полный кстати пока ты говорила там вопрос был можно ли женщина на службу у меня монастырь открытый женщинам можно да и на службу можно именно поэтому архандарик у меня находится за территорию монастыря прямо рядом с монастырем но за территорию монастыря поэтому женщинам можно на службу все но все делают монахи женщины у меня не работают точнее они могут помочь но они помогают только в таких вот примитивных вещах опять же до войны женщины у них было только там у прихожанок была там клумба какая-то и там они украшали иконы на празднике все на огород они не приходили и до сих пор на огород я не допускаю женщин потому что это наш дом и раз наш дом то монахи сами должны за собой следить смотреть поэтому я часто об этом говорю на трапезной на кухне на кухне только братья а у вас вкусный а вкусный гороховый суп все готовит братья все готовит братья картоху никогда не сажали они могли сажать картоху или там не картоха не могли что-то сажать это там же вот на архандарике за территорию монастыря но это они могли сажать только тогда это беженцы могли сажать только тогда когда там не работает братья вот но это я живу только во время войны до войны и точно так же будет после войны нет прихожане мирские на огороде монастырском им делать нечего монахи сами должны себя кормить и обеспечивать еще другим помогать а тут еще задали вопрос хорошо ли дом престарелых все зависит того какой если в доме престарелых хорошее обслуживание то конечно это хорошо потому что там старики они хоть могут общаться с такими же как они сами а дома престарелых в таком совковом духе конечно это ужасно но старикам тоже нужно общение поэтому конечно чем сидеть одному в четырех стенах то лучше уже там где есть такие же как и ты с кем можно пообщаться на одном уровне вот такая ситуация ну что будем заканчивать хорошо тогда всем ангелохранителю а два эфира сохранится или один 2 2 хорошо я просто чтоб людям рекомендовал говорил что там два эфира хорошо хорошо спасибо господи ангелохранителю ангелохранителю ангелохранителю